В администрации района состоялось совещание по обеспечению безопасности дорожного движения. В нём приняли участие главы и заместители глав городского и сельских поселений Тимрюкского района, руководители и представители предприятий и организаций. Евгений Колтунов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Тимрюкскому району, довёл до сведения присутствующих анализ дорожно-транспортной аварийности на территории района за истекший период. На территории района по итогам пяти месяцев у нас допущено 53 дорожно-транспортных происшествия, повлекшие за собой гибель и ранение участников дорожного движения. Это на уровне прошлого года. 8 человек у нас погибло. Идём со снижением в 20%. И ранено 57 человек. Увеличение на 10% количество раненых. Между тем, остаётся тревожная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, с участием детей. У нас идёт рост на 40% по всем показателям, к сожалению. Опять же, отмечу, это у нас всё-всё-всё не местные жители. Сергей Суслов рассказал, что на июнь текущего года запланирована работа по определению и утверждению аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения, а также разработки и поэтапной реализации мероприятий по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. Безусловно, одной из основных проблем сегодня является ремонт мостов и существующие заторы транспорта. Евгений Колтунов пояснил, что на ремонт участка дороги Хутор-Белый, город Темрюк, мост через реку Казачий-Ерик, проектная документация будет разработана лишь в начале июля текущего года. Поэтому сроки окончания работ не определены. На участке дороги Андреева гора Вареньковская-Анапа сейчас ведутся работы. Реверсивное движение запустим где-то в районе 20 июля на Вареньковской, правильно, да, Сергей Владимирович? Обещаю. Обещаю 20-го. Я в рамках информации довожу этот вопрос. В КВЭ? Там нет, там полностью полная. В Грузовой будет? Да. И грузовой же, правильно? Ну, в Реверсивной. Реверсивка полностью. В Июля. Что касаемо здесь Темрюкского моста, то ориентировочно где-то они обещают до середины. Ну, они обещали нам до 20-го июня, ну, вряд ли, но до конца июня, да? Где-то до конца июня, даже, может быть, все-таки июль затронут. Это полностью запустят движение здесь. Продолжение следует.